Открытый диалог с Александром Непомнящим Ну вот и пришло время очередной долгожданной встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я думаю, что в Израиле, наверное, не меньше, чем мы в Америке наблюдаем за тем, что происходит. Я имею в виду выборы. Давайте, может быть, несколько слов об этом. Да, конечно, Сергей, безусловно, это вещь, выборы в Америке, за ними с замиранием сердца следят в Израиле тоже. Но прежде чем говорить о выборах, я хочу сказать буквально два слова о нашей замечательной радиостанции и поздравить вас и всю народную волну, если не ошибаюсь, 17-летием, правильно? Да, да, спасибо. Это замечательный срок. На самом деле мы с вами прекрасно знаем, как трудно удержать в течение такого долгого времени такой бизнес подобного рода. И сколько раз мы просто встречались в истории, я встречал издания, которые не выживали нескольких лет или держались там 5-7 лет. 17 лет — это огромный срок. И у нас в Израиле говорят до 120, до 120 и потом еще до 120. Я, конечно, с удовольствием желаю вам, всей программе, всему радио до 120 и потом еще до 120. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну и я должен сказать, что, секундочку, я должен сказать, что 17 лет мы продержались благодаря таким людям, как вы. Потому что у вас есть определенный довольно широкий круг почитателей, слушателей. И вот благодаря таким людям, как вы, которые выступают, делают свои программы, наше радио пользуется популярностью и поддержкой и слушателей, и рекламодателей. Так что спасибо вам. Вы имеете непосредственное отношение к тому, что мы отпраздновали буквально на днях наше 17-летие. Спасибо вам. Сергей, вам спасибо, потому что без вас бы наши все таланты и возможности, и способности ничего бы не стоили. И сейчас мы понимаем, переходя уже к теме нашего сегодняшнего разговора, что сейчас наступает такое время, вероятно, когда глоток свободы, свободное слово, открытое слово, открытый микрофон становятся, как никогда, актуальны и важны в Америке. Но вот действительно, если мы говорим о том, что произошло и то, что происходит сейчас, я хочу сказать, на мой взгляд, самое важное, начать с самого важного. Нам всем, кто с замиранием сердца ждет результатов, нельзя сдаваться. Пока команда Трампа будет бороться, а я больше чем уверен, что Трамп настоящий боец, и он будет биться до конца, отстаивать право американского народа на честные выборы. Нам нельзя признавать поражение и нельзя соглашаться с тем, чего хотят добиться, собственно, враги американской демократии, что мы просто признали, как бы они не достигли, типа победителей не судят, да? Мы достигли победы обманом, вбросами, ничего страшного, мы уже победили, все, будем разбираться потом. Нет, ребята, мы не признаем эти результаты, пока Трамп готов бороться. Я вам хочу сказать, что у нас в Израиле ведь недавно была та же самая ситуация. Тоже были изматывающие выборы, три раунда выборов. И левым очень хотелось сломать Натаньяо где-то посередине. Пусть он уже уйдет в отставку, пусть он отстанет, пусть он успокоится, пусть перестанет бороться. Натаньяо — боец, он спецназовец, и он дрался до конца. И да, мы не сумели добиться всего, чего хотели, но Натаньяо сумел отстоять право еврейского народа, израильского народа на честные выборы и на честные результаты выборов. И то же самое хочу сказать и вам, американцы. Держитесь, пока Трамп готов биться и готов отстаивать вашу свободу и ваше право на честные выборы. Не сдавайтесь, не опускайте руки. Всё, что от вас требуется, по сути дела, сейчас — это продолжать поддерживать вот эту ситуацию, поддерживать ощущение и осознание того, что эти выборы ещё не закончены, и подсчёт ещё не закончен. Ну и проблемы действительно очень серьёзные. И многие говорят, ну как же, такого никогда ещё не было, невозможно с помощью суда добиться. Да, действительно, не было прецедентов. Может быть, я не знаю, я плохо знаю американскую глубокую историю, может быть, в XIX веке или раньше были такие ситуации. Но в современной истории, насколько я понимаю, не было таких прецедентов. И последний год был в 2000... Каком он там был? В 2000 году, да? В 2000-м. И это ничего не привело, да. Но нужно понимать, что этот год у нас вообще, вообще последнее время, оно, по крайней мере, у нас в Израиле многое случается в первый раз. То, что мы говорили, да не может быть такого, чтобы не составили правительство, пошли на второй круг выборов, на третий круг выборов. Не может быть, а вот так случилось. Поэтому и у вас тоже может случиться в первый раз. Поэтому будем надеяться и ждать, что скажет команда юристов, что скажет Верховный суд Америки. Подождём. И я хочу, чтобы было понятно также, как бы, к чему претензии. То есть сейчас очень много вбросов и много эмоций. И люди говорят, а вот, там такие-то нарушения, здесь такие-то нарушения. И мы уже не понимаем, где правда, где эмоциональный всплеск, где кто-то просто специально раздувает, как бы, чтобы было больше скандала, и чтобы было больше путаницы, и больше бесплеск. Надо чётко понимать, что претензии у нас не к плавному даже росту почтовых голосов. Окей, почтовые голоса. Мы понимали, что в почтовых голосах, в почтовых бюллетенях будет большинство за демократ. Претензии совсем к другому. И я вот прочитаю то, что очень хорошо сформулировал в Фейсбуке один русскоязычный блогер. Претензии к тому, что во время предварительного голосования демократов ловили на массовой перевозке избирательных бюллетеней, их предварительном заполнении и подкупе избирателей. Всё это задокументировано, и по некоторым случаям уже открыты уголовные дела. Претензии к тому, что количество голосов за Байдена внезапно вырастало более чем на 100 тысяч, а количество голосов за Трампа на ноль. А когда это замечали, объясняли технической ошибкой. Но почему-то все эти ошибки происходили только в пользу Байдена и только в тех штатах, где это могло оказать влияние на исход выборов. Претензии к тому, что в других случаях количество почтовых голосов также резко, а совсем не плавно, поданных за Байдена в некоторых городах в 10 раз превышало количество почтовых голосов, поданных за Трампа. И это происходило совсем не в однозначно демократических городах, а там, где нормальный расклад 50 на 50 или близко к тому. Претензии к тому, что на некоторых участках количество проголосовавших оказалось выше, чем количество избирателей. И по случайному совпадению, именно на этих участках у Байтона оказалось очень большое преимущество. Претензии к тому, что в Мичигане и Пенсильвании на многие участки, где Байден к вечеру начал побеждать, не пускают наблюдателей, не пускали и не продолжают не пускать. Претензии к тому, что в Винсконсене в некоторых графствах явка составила абсолютно реальные 90%. Ну, Северная Корея плачет в сторонке и нервно курит, потому что даже они такого не умеют. Ну и, конечно, второй вопрос. То есть мы будем ждать и смотреть, и надеяться, пока команда Трампа готова бороться. Мы будем ждать, что все-таки справедливость восторжествует. Ну и к чему готовиться в худшем из вариантов? Надо тоже как бы подготовить себя и понимать. Действительно, самые ужасные вещи, то есть изменение в Конституции, реформа Верховного Суда, вряд ли это удастся у прогрессистов, поскольку все-таки Сенат остается в руках республиканцев. Значит, Сенат будет как-то сдерживать эту ретивую энергию разрушителей марксистов. Но что действительно может произойти и, скорее всего, будет происходить в случае, если Байден станет президентом? Это назначение скрытых и открытых ультралевых прогрессистов, не марксистов, на средние и младшие посты в администрации. Это очень-очень плохо и очень опасно для Англии. Конечно, увеличение налогов, увеличение регулирования бизнеса, то, что президент может с помощью своих указов в обход Сената, тоже может произойти. Конечно же, прекращение начатой Трампом борьбы с промывкой мозгов по поводу вот этой критической расовой теории в государственных органах университетов. Это все может вернуться. Конечно же, прекращение даже, собственно, и не будет никакой борьбы с ультралевыми погромщиками, которую, в общем, и Трамп не так активно вел, как хотелось бы, потому что не до того было. Сейчас, конечно, ничего не будет. Что касается во внешней политике, то, безусловно, мы должны ожидать прекращения активной поддержки Израиля и, наоборот, максимальная поддержка ООП. То есть мы даже не можем сказать поддержка арабов, потому что арабский лагерь сегодня, арабский мир, он раздроблен. С одной стороны, это Саудовская Аравия и ее сателлиты, которые, в общем-то, готовы и хотят дружить с Израилем. С другой стороны, это одиозные режимы типа Хамасовского режима в Газе или в Рамале, Абумазана. И вот мы, да, действительно ожидаем, что возобновятся выплаты под кормка террористов из Америки, и что будет заново открыто их представительство в Вашингтоне, и что посольство в Иерусалиме будет работать не только для Израиля, но и для них тоже. Сейчас у них отдельное как бы консульство. То есть де-факто было понятно, что это не их столица, это столица Израиля. И, конечно же, будет сильное давление на Израиль и подталкивание к вот этому снова возрождению этого мертвого решения, так называемое решение двух государств. Тут надо заметить, что вот партия Либермана уже приветствовала Байдена, уже поздравила его с победой, в ключе таком, что вот Байден наконец победил, так же и Натаньял победил. Но это просто черточка к тому, что из себя представляет Либерман и его команда. Что еще можно ожидать? Конечно, политика в отношении Китая. Не конфронтация, не экономическая война, чтобы остановить эту экспансию китайскую, а то, что мы можем понимать от Байдена, точнее не Байдена, а тем, кто дергать будет за ниточки, кто будет стоять за его спиной и управлять им. Соглашательская политика, уступки там и здесь. И во внешней политике, конечно, Америка будет сдавать позиции Китаю. И, конечно же, политика задабривания Ирана и Турции. Собственно, мы уже видим, что в Иране после того, как Реал шел в пике, он уже прошел оценку, за один доллар давали 300 тысяч Реалов, сейчас он вернулся обратно на 250 тысяч Реалов. То есть в Иране с большим оптимизмом ждут прихода Байдена, размораживание снова колоссальных вливаний, как было при Обаме, снятие санкций всех и всяческих и продолжение экспансии на Ближнем Востоке. И это, конечно, безусловно, говорит о том, что очень, может быть, это ведет нас к большой региональной войне у нас на Ближнем Востоке, когда, с одной стороны, будет Иран и его сателлиты, с другой стороны, вот будет этот союз необычный. Хотя, на самом деле, он очень естественный союз стран, которые хотят жить по-человечески. Этот союз Израиля и ряда арабских государств. И то же самое в Турции. Турция, к слову сказать, Турцию не спасает даже приход Байдена, и там лира ушла в пике и продолжает падать. Но там немножко другие вещи, может быть, об этом мы еще потом поговорим. Так или иначе, действительно, возвращение обамовской политики, уступки Китаю, уступки Ирану, уступки Турции. Что может быть хорошее во всем этом? Что несмотря на все, или как раз из-за того, что такая ситуация будет на Ближнем Востоке, это еще больше подстегнет умеренные арабские режимы, так называемые умеренные арабские режимы к сближению с Израилем. То есть, как было при Обаме, не до жиру быть бы живу, и уже бог с ними, со всеми нашими идеологиями, в которые мы верили, что Израиль главный враг. Сейчас надо спасать себя, спасаться от Ирана, и поэтому будем дружить с Израилем. Как это началось при Обаме, может быть, это станет даже сейчас сильнее. Ну и теперь, что я еще хотел бы сказать, о чем я хотел бы поговорить сегодня, Сергей? Я хотел бы поговорить о практической самоизоляции, в которую как бы вовлекли себя американские евреи. Я знаю, что может быть многим, ну не многим, но кому-то из наших слушателей все это не понравится, что я буду говорить, но это лучше сказать сейчас, и лучше попробовать осознать эту ситуацию сейчас, чем потом. Это интересно, всего 6%, на 6% вырос рост голосов еврейских в поддержку республиканской партии, на 6%. Ну вот, пока что, как я уже сказал, результаты президентских выборов в США еще неизвестны, но некоторые выводы уже вполне ясны. И так, например, можно с уверенностью сказать, что от 70 до 80%, мы точно не знаем, но примерно от 70 до 80% тех, кто относит себя к американским евреям, это важно не американских евреев, а тех, кто относит себя к американским евреям, они проголосовали за демократа, бывшего вице-президента Джо Бай. И на первый взгляд можно было предположить, что американские евреи проголосуют с той же пропорцией, но в совершенно противоположном направлении. Да, как раз 80 до 70 до 80% проголосуют за республиканца. Почему? Да потому что на протяжении последних десятилетий еврейские общины в развитых индустриальных демократиях западного мира, от Великобритании и Франции до Австралии, они как раз сдвигаются слева направо. Этот процесс стал вполне естественным ответом еврейских общин на превращение их традиционных политических домов, левых и макро, во враждебную среду. Ведь с начала XX века, то есть сто лет назад, политические партии левого фланга, они традиционно относились куда более сочувственно к евреям, чем их правые оппоненты. Но вот с началом века XXI эта историческая тенденция в значительной степени как бы перевернулась, сменилась обратной. Левые партии с каждым годом становятся всё более враждебными по отношению к евреям, а правые напротив прилагают всё больше усилий, чтобы заручиться поддержкой еврейских общин. И это происходит от Тулуза до Лица, от Берлина до Мельбурна. Евреи читают эту карту политических изменений и разворачиваются вправо. А в Америке политическая ситуация ведь вполне сопоставима с положением других западных демократий. От одного избирательного цикла к другому в демократической партии нарастает мощь прогрессистских сил, которые откровенно враждебны Израилю и американским евреям тоже. И напротив, республиканская партия, она ведь стала самой произраильской и проеврейской партией за пределами Израиля в мире. И всё же, в отличие от своих собратьев в Англии и Бельгии, американские евреи стойко сохраняют свою преданность демократам и политическим левым. За последние четыре года контраст в политическом поведении американских евреев и евреев из других западных демократий, он стал ведь ещё больше заметен. Потому что, с одной стороны, мы видели, Дональд Трамп оказался самым произраильским и проеврейским президентом за всю историю США. Трамп почти безоговорочно встал на сторону Израиля по всем вопросам. Он боролся с антисемитизмом в США эффективнее любого другого президента. Мы совсем недавно говорили, что он использовал президентские указы, чтобы эффективно подавлять антисемитизм в кампусах. То есть он не только был другом Израиля, он и в самой Америке защищал евреев от антисемитизма. И он делал это на протяжении всей своей президентской каденции. Со своей стороны демократы они проделали гигантские шаги к тому, чтобы стать американской версией или Борисской партией Британии, которую до недавнего времени возглавлял откровенный антисемит Джереми Корбин. И дело не только в том, что восходящие звезды демпартии вроде Акассии Кортеса или Лихан Амар или Рашид Тлаев открыто бойкотируют Израиль. Куда хуже ведь то, что они это делают при полной поддержке руководства своей партии. Неслучайно кандидатура Байдена в вице-президенты, вот та, о которой говорят, что она фактически будет президентом, если Байден станет президентом, сенатор Камала Харрис. Она встала на сторону Ильхана Амар против американских евреев, которые тщетно призывали партию демократическую осудить эту представительницу демократов в Конгрессе, Ильхан Амар, после одного из ее наиболее вопиющих антисемитских всплесков в прошлом году. Мы об этом говорили. И помимо этого Харрис имеет и прочные связи с Национальным Ирано-Американским Советом, лобби иранского режима в Вашингтоне и документы о финансировании избирательной кампании, поступившей от кампании Байдена накануне выборов. Они показывают, что Национальный Ирано-Американский Совет является одним из крупнейших сборщиков пожертвований на кампанию. Понимаете? Лобби иранского режима в Вашингтоне он был крупнейший сборщик пожертвований для Байдена. И Харрис с энтузиазмом поддержала ядерную сделку с Ираном и бойкотировала прошлогоднюю конференцию АПАК. Собственно, ведь у самого Байдена за его 47 лет политической деятельности сложился, вероятно, самый впечатляющий и долгий послужной список поддержки и лоббирования интересов Ирана в американской политике. Недаром первой реакцией Байдена на теракт 11 сентября, кто еще помнит, был призыв к США выделить Ирану 200 миллионов долларов. Я повторю, первой реакцией Байдена на теракт 11 сентября был призыв к США выделить Ирану 200 миллионов долларов. И вот когда в Британии лейбористская партия превратилась просто буквально в антисемитскую партию откровенную, британские евреи не только массово покинули эту лейбористскую партию, но они объединили свои усилия в борьбе с антисемитизмом этой партии. И после этого мы увидели, как Корбин впервые проиграл гонку за лидерство в 2015 году, а потом 90% британских евреев проголосовали за консерваторов на прошлогодних выборах. И что мы сегодня имеем? Лейбористы выкинули Корбина, и они согласились как бы с выводами комиссии, мы об этом говорили буквально в прошлой передаче, комиссии специального как бы специальной структуры государственной в Британии, которая сказала им, что это было ужасно, что действительно глубокий системный антисемитизм в лейбористской партии, они его сейчас как бы зачищают, очищаются от него, потому что они поняли, что они теряют поддержку евреев, и для лейбористов британских это было важно. А что произошло в Америке? Американские евреи относятся к числу наиболее откровенных, яростных демонизаторов президента Трампа, то есть они не просто против него, они его демонизируют активно и рьяно, со всей своей, так сказать, энергетикой. Чем можно объяснить этот зияющий разрыв между американскими евреями и другими еврейскими общинами западного мира, не говоря уже о той колоссальной пропасти, которая разделила сегодня американских и израильских евреев. Может быть, одной из главных причин стало то, что американские евреи сами предоставили возможность демократической партии предавать их, поскольку напрочь отказываются признавать, что их предают. Несмотря на бешеную враждебность прогрессистов к евреям, американские евреи по-прежнему хотят оставаться прогрессистами. И, в свою очередь, еврейские лидеры и общественные деятели Америки, несмотря на всё более заметный рост антисемитизма внутри демпартии, они продолжают успокаивать евреев и прогрессистов, поощряя их оставаться в левом лагере под предлогом того, что, мол, пока всё идёт, прямо скажем, не слишком хорошо, если не сказать вообще плохо, но Трамп, хоть он и добр к Израилю, он же всё равно скрытый нацист. И снова и снова люди типа генерального директора антидеформационной лиги Джонатана Гринклата или публициста Барри Вайс, публицистки Барри Вайс, повторяют безосновательную клевету, мол, Трамп поддержал белых растистов во время беспорядков в Шарлоттсвилле в 2017 году, несмотря на то, что президент как минимум трижды публично осудил эти беспорядки во время самих событий и сразу после. И сюда же стоит отнести утверждение о том, будто бы Трамп потихоньку поощряет сторонников белой расы, превосходства белой расы, тем самым провоцируя их нападать на евреев. И всё это позволяет прогрессистским евреям, даже тем из них, кто обеспокоен происходящим тем партии, продолжать вопреки опасениям оставаться в них. И вот стремительно растущий уровень ассимиляции американских евреев указывает на то, что если всё будет идти дальше так же, как сейчас, большинство левых евреев прекратят отождествлять себя с еврейским народом в течение полутора поколений. И точно так же рост числа американских евреев-антисионистов, которые поддерживают уничтожение Израиля как еврейского государства, оно указывает на то, что в ближайшие годы, скорее всего, именно они, американские евреи, станут играть ведущую роль в демократической и вообще в целом прогрессистской левой пропаганде против Израиля. И вот буквально пример самый свежий. Два месяца спустя, после того, как ведущий американский евре-антисионист Петер Бейнард, мы об этом говорили, призвал к уничтожению Израиля как еврейского государства, он получил в Нью-Йорк Таймс регулярную колонку. То есть он нужен там, чтобы он мог говорить «я еврей, я против государства евреи», против права евреев на собственное государство. Вот какая будет линия сейчас у прогрессистов. И так или иначе, вне зависимости от того, как складывается вот дальше ситуация, массовая поддержка Байдена, она показала ужасную трагическую отчуждённость американских евреев, которые сами создали себе эту самоизоляцию. Такую самоизоляцию, которой ещё не было никогда в истории. Они ведь стали чужими внутри своего собственного политического лагеря, которому они больше совершенно не нужны, как евреи. Они нужны только как те, которые будут бить себя в грудь, и ведь как мать, говорю вам, как женщина, израильская военщина, помните, как у Галича. И одновременно они решительно отрезали себя от всего остального еврейского мира, потому что собственно в Израиле ситуация полностью противоположная. В Израиле даже многие люди левых взглядов говорили, да, конечно, мы прекрасно понимаем, что Трамп для Израиля очень важен сейчас, а Байден это очень опасная авантюра. Как бы нам, я читал такие слова, мне отвратителен Трамп из эстетических соображений, но я понимаю, насколько это важно для Израиля, насколько он большой друг Израиля. То есть даже многие левые в Израиле это понимали. И американская еврейская община взяла и отрезала себя от Израиля и при этом оказалась как бы лысой со собой со всех сторон, как говорится, потому что в своем политическом лагере они тоже больше никому не нужны. Да. Александр, давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Продолжаем нашу программу. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. И давайте попробуем принять звонки, Александр. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Как всегда, с большим удовольствием вас слушаю. Скажите, пожалуйста, прокомментируйте мне эту цифру. Я сегодня читал Арут Шева, ваш, это очень интересный веб-сайт. И они написали, что, как они подсчитали, 30,5% евреев голосовало за Трампа. Что практически почти рекордное количество, это не только касается евреев, это касается латинос, это касается афроамериканцев. К сожалению, рекорды, 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 они кричат, что он проигрывает. Но как вы прокомментируете эту цифру, 30,5%, это все-таки, это больше, чем на 10%, которые голосовали 4 года назад. Это какой-то положительный сдвиг, и куда он ведет. Окей? Спасибо большое, я вас с удовольствием послушаю по радио, как всегда. Спасибо. Снова, я думаю, что, честно говоря, я считаю, что люди, которые себя ассоциируют с еврейским народом, то есть не все же евреи ассоциируются с еврейским, есть евреи, которые по рождению евреи, но в гробу они видели свое еврейство и хотят о нем забыть. Среди тех американских евреев, которые себя как бы ассоциируют, осознают евреями, гордятся своим еврейством, мне трудно себе представить, как бы, чтобы они, будучи евреями, гордясь своим евристом, как бы полностью абстрагировались от Израиля, чтобы было наплевать на еврейское государство. И когда они видят, что вот президент, который за всю историю Америки не было такого произраильского президента, как можно не поддерживать его, у меня в голове не укладывается. Поэтому, тем более, что он ведь и в экономике американской сделал очень много, и по сравнению с тем, что могут сделать социалисты, небо и земля. И он был великим другом Израиля, но он сделал огромное множество важных и полезных вещей в США. Поэтому, будучи американским евреем, не голосовать за Трампа, я не понимаю, как это вообще может быть. И у меня есть ощущение, что в Америке сегодня есть некоторая путаница с тем, кого считать евреем. То есть я думаю, что всё-таки подавляющее большинство людей, чётко ассоциирующих себя с еврейским народом, американских евреев, так называемых, они доголосовали за Трампа. Это вот те самые 30%, которые мы видим. Остальные 70% — это люди, которых правильнее было бы называть потомками еврейского народа. То есть эти люди, которые, да, не скрывают и, может быть, даже гордятся своими еврейскими корнями. Они ходят в реформистские синагоги, которые большинстве своём — это больше не молельные дома, а такие клубы, в которых ты заводишься важными и полезными связями. Это престижно. Это очень помогает тебе устроиться в обществе. Но это на самом деле не делает тебя никаким евреем. Ты американец и просто американец. И, так сказать, о своём еврействе такие люди часто вспоминают только для того, чтобы сказать, я еврей, и я осуждаю Израиль за его российскую политику в отношении геноцида или что-нибудь ещё. Так вот, правильно ли считать этих людей действительно представителями еврейского народа? Или всё-таки стоит сказать, ребята, это потомки евреев, при всём уважении. То, что они не голосовали за Трампа, ну так они демократы, они левые, у них как бы другие убеждения, они ошибаются, возможно. Но это не вопрос евреев, как голосовали они за Трампа или нет. Это вопрос уже общоамериканский. Ещё один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня вообще такой страх возникает, что у нас может быть то же самое, что произошло в Германии во время войны, перед войной. Потому что тогда немецкие евреи говорили, что они сначала немцы, а потом евреи. А теперь американские говорят, что они сначала прогрессивные, а потом они уже забыли вообще, что они евреи. И вот не кажется ли вам, или может быть кажется, что может такое произойти? Или это уже невозможно, как говорится, в наше время? Спасибо большое. Во-первых, я считаю, что нет ничего невозможного, и в наше время тем более. Наоборот, в наше время показалось, что всё возможно. И поэтому я очень надеюсь, что Трампу удастся отсудить у демократов украденную у него победу. Во-вторых, я считаю, что всё-таки, учитывая то, что Сенат остался республиканским, я не ошибаюсь, Сергей, Сенат ведь республиканский сейчас. Да, во всяком случае, там ещё осталось два места, которые будут избираться. Очевидно, Ранов будет. То есть не набрали достаточного числа голосов. Но, во всяком случае, на сегодняшний день, там 47, вот на этот момент, на последний момент, когда я проверял, было 47 демократов, 48 республиканцев. И, скорее всего, Сенат останется за республиканцами. В этом случае всё-таки, что касается внутренней американской политики, будет некоторое торможение. То есть не удастся неомарксистам так всё эффективно и быстро разрушить за 4 года. Я действительно опасаюсь того, что Байден будет раздавать должности средние и низовые административные неомарксистам. Это будет на местах иметь очень большие последствия. Но вот до такого как бы организованного, как в Германии, чтобы евреев просто отделили, и согнали в конце лагеря, не будем, так сказать, нагнетать. Я не думаю, что это может произойти, просто потому, что Сенат всё-таки останется республиканским, значит, будут какие-то сдержки и противовесы иметься. Но в перспективе, безусловно, неомарксисты — это те же нацисты. И ожидать от них более разумного или более честного или более порядочного поведения неправильно. И поэтому, конечно же, те люди, которые захотят остаться евреями, в случае, если Америке не удастся вернуть себе здравый смысл, и сделать снова так, чтобы было две разумные партии, плюс-минус центристские, одна чуть правее, другая чуть левее, как было раньше, в добрые старые времена. И если действительно, так сказать, Сандерсы и Рашид Лайбы и Ильхан Амары будут наступать слева, то я думаю, что евреям в этой ситуации будет очень непросто, и я не думаю, что им есть место в такой амбирике. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, мог ли Байден победить без этих фальсификаций, потому что на ралли с Трампом собирали тысячи и тысячи, где яблоко негде было упасть, а на встречу с Байденом 6,5 человек и в течение прошлого года это продолжалось, и по сей день продолжалось. И вот мог ли он победить, если бы вот этих фальсификаций не было, я думаю, что это невозможно было, чтобы он мог победить. Спасибо. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, то, что один собирает большие группы, а другой не собирает на своих мероприятиях никого, это еще не показатель. Это действительно некий индикатор, но не четкий показатель исхода выборов. Но при этом, да, я более чем уверен, что победа Байдена в ключевых штатах, как сейчас это нам показывают, это результат активного вброса почтовых бюллетеней, дописанных, дорисованных, то есть нарушающих честные выборы. Если мы говорим о том, что там в некоторых округах Висконсина люди голосуют 90%, в интернете ходит история о том, что и больше 100% проголосовало избирателей, то есть более 100% избирателей. Я снова повторяю, даже в Северной Корее такого не бывало. И уж теперь, когда нам будут говорить и показывать пальцем на Лукашенко или на Путина и говорить, ах, ах, у них нечестные выборы, окей, у них нечестные выборы, но посмотрите на себя, посмотрите, что вы устроили из своих выборов, демократы, как у вас 90% голосуют за Трампа, то есть за Байдена, 120% участвующих избирателей. Я не думаю, что такие выборы можно назвать честными. Я не думаю, что без этих нарушений у Байдена получилось бы победить. Давайте перейдем к следующей теме. Давайте поговорим о палестинских арабах и о политических... Да, вы знаете, я хотел об этом поговорить как бы в контексте того, что, в общем, и в Америке я все-таки думаю, что не нужно готовиться к самому-самому худшему, даже в самом худшем варианте приход Байдена на 4 года в Белый дом, все-таки республиканский сенат как-то сдержит это. И что касается Ближнего Востока, да, я действительно полагаю, что вероятность войны с Ираном возрастает очень серьезно, и война гораздо более сложная, чем была бы, потому что одно дело придушенный Иран, лишенный всех финансовых возможностей, другое дело Иран, который воспрянет духом, получит возможности купить оружие, получить деньги, продавать свою нефть и так далее. Но при этом надо понимать, что, в общем, у наших врагов, у тех же самых террористических организаций палестинских арабов, у них есть очень серьезные, внутренние, институционные, как бы встроенные проблемы, которые, возможно, лишат их возможности приобрести все то, что они могли бы сейчас приобрести благодаря Байдену. То есть, как говорится, они никогда не упускали возможности упустить возможности. И вот здесь, продолжая мысль Дана Шифтана, которого я недавно читал, это израильский замечательный арабист и историк, вот, как бы продолжая его мысль, я вот что хочу рассказать. Действительно, национальное движение палестинских арабов отмечает в эти дни своеобразный юбилей. Это заметил Дан Шифтан. Это столетие собственной безответственности. И вовсе не обязательно быть таким вот сионистским врагом, как я, например, не врагом сионизма, а сионистским врагом, как нас называют наши враги-террористы, чтобы со всей ясностью осознать горькую правоту этого бесславного приговора, сто лет безответственности. Многие арабы, в том числе палестинские, сами прекрасно это понимают и в последнее время даже говорят об этом все более и более открыто. Национальное движение палестинских арабов заслуживает презрения. И дело тут не в самом факте противостояния сионизму, и даже не столько в том яростном насилии, которое оно превратило в свое едва ли не единственное средство достижения цели. Нет, с этим как раз все понятно. Палестинские арабы считают свою борьбу этаким постколониальным освободительным движением против евреев, которые пришли, лишили арабов национального превосходства в их же собственной стране. И такая борьба неизбежно включает в себя насилие. И враждебность арабская тоже понятна. Они ведь были побеждены, подавлены, немалая их часть была изгнана с той земли, которую они считали своей. Нет, презрение палестинские арабы вместе с их национальным движением в полной мере заслужили за свой последовательный и систематический отказ от ответственности за собственную судьбу, за то, что единственной тактикой, которой они отчаянно пристрастились, как какие-то наркоманы, стало сочетание безрезультатной агрессии и непрерывного нытья. И здесь очень важно напомнить тем, кто станет настаивать на необходимости пожалеть этих несчастных палестинских арабов из-за их тяжёлого положения, что именно эта тактика и навлекла на них большую часть бедствий и потерь. Именно она стала причиной того, что к ним, как к коллективу, крайне сложно отнестись с уважением. Арабские попытки подавить в зародыши и скривнить сианинский проект в 20-х и 30-х годах XX века, они на первый взгляд могут даже показаться успешными. И нам, евреям, возможно, это трудно было бы признать, но масштабный террор, который был развернут палестинскими арабами в те годы, в определённой мере достиг цели. Каждый раунд насилия тогда приносил им желанный результат, видя всё новых, новых британских ограничений на еврейскую миграцию. Показ публикации «Белые книги» в 1939 году, Британия и вовсе не прекратила поддержку сианинского проекта. Но вот эта врождённая безответственность их национального движения уже тогда, в момент значительного успеха, казалось бы, она заложила почву для национального краха в последующие десятилетия. Арабские лидеры вдохновили своих людей на повсеместное насилие против евреев и, к слову, британцев тоже. Поощряя разрушительную анархию, кошмарный внутренний террор, они ведь на каждого убитого еврея или англичанина убивали 10 арабов внутри, как бы в поисках внутренних врагов. И всему этому придавалась такая легитимность, правомерность. И в итоге это нанесло смертельный удар по самому обществу палестинских арабов. Вся здоровая часть общества просто бежала, бежала от своих же собственных революционеров-освободителей. И остались только те, которым бежать было некуда или которые были такие шлемазовые, что, в общем... И именно вот эта вот безответственность, это насилие внутри, которое разрушило общество палестинских арабов, оно в большей мере, чем что-либо другое, стало причиной их массового бегства из страны в 1948 году и слабости сопротивления. И за всю историю, столетнюю историю палестинских арабов в качестве такого единого коллектива именно это стало их главной катастрофой, и виновны были в ней они сами. Они создали своими руками условия для своего неизбежного поражения. И уже по истечению срока действия британского мандата стало ясно, что палестинские арабы не сумеют в одиночку противостоять евреям, что арабские государства вовсе не желают им добра. А король Абдала, иорданский король, по согласию с Бен-Гуреном, вообще намерен отобрать у них самое сердце страны, что бы, собственно, он и сделал в 1948 году, когда оккупировал идею Самарию. И чтобы избежать всех этих угроз, палестинским арабам стоило объявить о независимости на той территории, что была им предложена по международному плану раздела, а уже потом пытаться захватить остальное при поддержке арабских армий. Но даже в тот критический момент разрушительный и безответственный подход, который был взят именно вооружение, он им продиктовал совершенно ошибочный роковой выбор требовать полной исторической справедливости, иными словами, арабского государства на руинах всего Израиля. То есть евреи согласились с разделом, арабы сказали «нет, всё или ничего». И они в итоге не получили ничего. И вместо жизненно важной для них цели спасти себя от краха на столь судьбоносном этапе, они в итоге этот крах на свои головы принесли. И после изгнания и полного крушения вот этой первой ипостаси своего национального движения палестинские арабы породили вторую, вот эта знаменитая ООП — Организация Освобождения Палестины во главе с Шукери и Арафатом. И снова на той же самой основе добиваться уничтожения Израиля с помощью вооружённой борьбы. И поначалу, как в 1939 году, им опять будто бы удалось достичь значительных успехов на арабской международной арене. И снова придерживаясь своей исторической справедливости, они требовали уничтожения Израиля. То есть всё или ничего. И на фоне непрерывного террора, развернувшегося в Европе и на Ближнем Востоке вот в 70-е и 80-е годы, нанесение колоссальных разрушений Иордании и Ливану, они отвергли целый ряд израильских предложений, которые могли создать основу для собственной палестинской государственности в Иудее, Самарии и Газии. Они сами отвергли, потому что они хотели всё. И в проекте автономии, предложенной Бегином в ходе переговоров с Садатом, уже был заложен подобный потенциал. И, конечно же, самой ужасной или важнейшей для них упущенной возможностью стал процесс Осло, в основе которого лежала израильская иллюзия, такая наивная, глупая, о готовности палестинских арабов отказаться от агрессивной модели поведения. Но вскоре стало совершенно ясно к всем, что палестинские арабы не дают израильтянам обмануться. Не дадут просто обмануться. Ни за что. Все прежние методы борьбы за историческую справедливость, то есть пристрастие к террору и ультимативное требование права на возвращение, то есть чтобы привести миллионы арабов со всего мира, мусульман в Израиль и отказ от признания права евреев на собственное государство как такового, они в конце концов ведь убедили большинство сторонников мира в Израиле, что для исторического компромисса со стороны палестинских арабов просто нет партнёра. Победы правых в Израиле пришли после страшного террора и войны, когда даже самые закоренелые и наивные мечтатели о мире поняли, что там нет с кем договариваться о мире. И даже после сокрушительно щедрых предложений Ольмерта в 2008 году генеральный секретарь ОП Сай Баррикад заявил, что уход евреев со 100% иудеев и Сомалии и Газы лишь первый этап на пути полного уничтожения Израиля. Это тот самый Сай Баррикад, который сейчас валяется по лудоху и в израильской больнице, его там лечат и спасают, потому что, конечно, что его ещё спасёт, кроме израильских врачей. И вот в итоге начало в 79 году палестинские арабы потеряли Египет, который плюнул на них, заключил мир с Израилем, холодный мир, но, в общем-то, всё равно мир перестал воевать за них. А потом в нулевых израильское общество само, когда израильское общество перестало верить, что там есть какие-то партнёры. А в 2007 году палестинские арабы потеряли собственное национальное единство, потому что раскол произошёл с одной стороны иудеи и Сомалии, а с другой стороны Газа с Хамаса. А теперь они всё стремительнее утрачивают поддержку арабских государств, которые говорят, да надоели вы вообще со своим нытьём, постоянным и агрессивностью. Вы уже всем сказали, что вам спины нож вонзили, вы нам надоели, вы нам не нужны. И мы видим, как у ста лет безответственности есть своя цена. Я это к тому, что сейчас, даже если Байден будет вкладывать в них колоссальные усилия, чтобы всё отмотать назад, чтобы сделать всё, как при Обаме, чтобы снова давить на Израиль и вынуждать его компромиссом, с той стороны настолько всё прогнило, настолько эти сто лет безответственности разрушили все механизмы внутренние ответственности свои национальные, что, видимо, и с Байденом у них ничего не получится. И это, безусловно, радует. Окей. Ну и в оставшееся время, если можно, об иранских спецслужбах, что там с вашими демонстрациями и каким образом это связано? Да, это очень интересная, действительно, очень интереснейшая вещь. Сегодня Фейсбук опубликовал отчёты, то есть от него требуют, чтобы он публиковал отчёты, что он там стирает и вытирает. Он, конечно, не пишет про то, как он уничтожает правые блоги, как он затыкает рот Трампу и прочее. Но он пишет о тех вещах, которым он действительно может гордиться. И надо сказать, что Фейсбук — это большая и сложная структура, и есть вещи, которые он действительно делает правильнее. Так, например, сегодня выяснилось, что Фейсбук закрыл целый ряд счетов, которые были открыты иранскими спецслужбами. И эти блоги в Фейсбуке, они работали на иврите и на арабском, как бы на израильскую публику, и они вдохновляли на поддержку демонстрации против Натанияу. Понимаете, это очень важно в каком контексте? В таком, что эти демонстрации против Натанияу подаются левыми как нечто необходимое для спасения Израиля. И вот мы слышим весь этот хор, и Мерец, и Яшатид, и НДИ, и Либерман, Лапид, вот крайне левые, они все кричат, мы должны сместить Натанияу, потому что только так мы спасем Израиль. И вдруг выясняется, что в этот хор голосов оказывается вплелись еще иранские спецслужбы. И вот у любого нормального человека должен возникнуть вопрос. Окей, если иранским спецслужбам, спецслужбам режима, который поклялся уничтожить еврейское государство, так выгодно сместить Натанияу, то так ли действительно выгодно это народу Израиля? И не стоит ли задуматься над тем, для чего и что делают наши оппозиционеры сегодня, пытаясь сковырнуть Натанияу и лишить его премьер-министерского поста вместе с иранскими спецслужбами? Ну что ж, у нас еще осталось несколько минут. Вот из Филадельфии я получил жалобу в личку на Фейсбуке, что трудно дозвониться, невозможно. Друзья, у нас еще осталось несколько минут. Если вы хотите позвонить, пожалуйста, 847-400-5200, 400-5200, и пока радиослушатели набирают номер телефона, потому что там идет задержка, через YouTube смотрят, вот дозвонились. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот этот как бы договор с арабами, с Бахрейном, с Катаром, насколько он важен не только для Израиля, а для всего мира и для, в частности, для Америки. Потому что тут позвонил один слушатель и говорит, за этот договор как бы Америка в лице Трампа отвалила большую кучу денег, не понимая, что в то же время, во-первых, сэкономили на том, что перестали помогать палестинцам, но это вообще всеобъемлющий, так сказать, вопрос. Ответьте, пожалуйста, насколько это важно для мира и для Америки. Очень важно тут несколько моментов. Америка не отваливала за это деньги, наоборот, Трамп высвободил деньги. Трамп сказал так, я больше зонтиком на Ближнем Востоке не буду, давайте вы сами соединяйтесь. Я поддерживал и умеренных арабов, и Израиль. А эти, так сказать, Израиль и умеренные арабы между собой все время ссорились. Это глупости. Раз вы мои союзники, давайте-ка объединяйтесь, создавайте военно-стратегический союз, чтобы не я в вас вкладывал деньги, чтобы вы сами там как бы защищали наши совместные интересы. И это то, что происходит. Если мы говорим о больших деньгах, то эти деньги отваливают Объединенные Арабские Эмираты, потому что они больше всех заинтересованы. Маленькое, богатое арабское государство, кто их еще защитит от Ирана, от братьев-мусульман, если не Израиль и Америка. Америка говорит, я занимаюсь своими делами. Ближний Восток сами-сами-сами. У вас есть Израиль, они ребята хорошие, сильные, здоровые, давайте дружите с ними. И Объединенные Арабские Эмираты были главным спонсором всех этих финансовых решений, например, вливаний в Судан и всяких других вариантов. Поэтому, когда мы говорим о союзе Израиля с рядом арабских государств, это в первую очередь союз на благо интересов Америки, на Ближнем Востоке, на благо интересов Израиля и на благо интересов этих самых режимов арабских, которые при всех своих недостатках просто хотят нормально сейчас жить и спасти себя от иранской экспансии. И по сравнению с Ираном, это, конечно же, страны более чем нормальные и с ними можно иметь дело. Может быть, в следующий раз я расскажу об этом подробнее. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Слушаем. Я сегодня слышала на ILTV, во-первых, что Америка продает 35 самолетов, про которые говорили Арабским Эмиратам, и что что-то... Также продают Израилю самолеты, но все должно пройти через Конгресс. Это первое. Второе. Еще какая-то маленькая африканская страна собирается перенести посольство в Иерусалим. Поясните, пожалуйста. По поводу маленькой африканской страны, страна не совсем маленькая, но действительно настолько как бы незначимая в наших больших политиках, что мало кто о ней знает, это Малавий. Малавий — это страна, насколько я понимаю, возглавляют ее сейчас христиане, и они заявили о том, что не собираются перенести посольство в свое в Иерусалим, как бы как знак уважения и желания дружить с Израилем и со США. Не очень понятно, как будет дальше, потому что на них, конечно же, будет давить очень сильно, чтобы они этого не делали, и то же самое новая администрация США, конечно, будет пытаться противостоять. Что касается продажи самолетов, это тоже очень важный момент. В Израиле, в общем-то, демократы подняли страшный крик о том, что Трамп предает Израиль, продавая Объединенным Арабским Эмиратам 35 тех самых истребителей Р-35. Есть одна маленькая деталь, о которой они забывают сообщить. Эти самолеты устроены так, но я объясню очень простым языком, что если в Америке решат, то эти самолеты просто не взлетят. Не то, что они не будут стрелять, они просто не взлетят. Другими словами, когда Америка продает эти самолеты, она сохраняет, благодаря системам навигации компьютерным, полный контроль за тем, что эти самолеты будут делать. Иными словами, если вдруг Объединенные Арабские Эмираты решили бы обмануть Америку, купили бы их для защиты себя от Ирана, стали бы использовать их против Израиля каким-то удивительным образом, то эти самолеты просто не взлетели бы с аэродрома. И об этом забывают сообщить, когда говорят, что Трамп нанес ущерб Израилю. Параллельно с этим, чтобы Израиль как бы не волновался, и вообще, чтобы поддерживать израильский приоритет военный, Израилю были проданы 16, по-моему, или несколько десятков самолетов-невидимок, которые нам действительно нужны. Мы и без них прекрасно обойдемся. И то, что продают сейчас Объединенным Арабским Эмиратом и Израилю, это на самом деле знак Ирану. Ирану следует готовиться к массированной совместной атаке Израиля и Сунинской государства. Спасибо, Александр. К сожалению, времени больше не осталось. И до следующей встречи. До следующей встречи. Всего доброго и удачи нам всем. Спасибо. Спасибо.